Ну что, друзья, рад вас поздравить с очередным прохождением порога, потому что с сегодняшнего дня мы начинаем эстетское наслаждение номер один в философском мире. Это диалоги Платона. У нас уже было полтора, то есть я за половинку считаю апологию Сократа. Но то был как будто бы настоящий Сократ, хотя, конечно, нет. А с сегодняшнего дня начинается чтение, и, возможно, оно займет немного времени, потому что диалог короткий, произведение, которое вообще дают на введение в историю философии. И, собственно говоря, я еще тогда вам давно предлагал его почитать, просто чтобы заразиться этой эстетикой. Ну, дошли до сегодняшнего дня. А что ты залывался? Хорошо. Вот. И у нас, значит, и мы его будем читать... Нет, запись идет. А вот почему время не... А, вот время показывается, да, наверное. Короче, что-то, по-моему, обновилось. Что-то не так, как раньше. Голубенькая, а не красная. Да не, голубенькая-то вы не смотрите. А что вы красная имеете в виду? Красная – это когда демонстрация экрана. Красная – это когда демонстрация. А вот что-то обновилось, ну, будем надеяться, что все хорошо. Кнопка была раньше, красная, когда идет запись. А, вот оно что. Ну, вот, смотрите, вот так, если нажимаю, остановить запись. То есть не нажимаем. Да, я хочу сказать, мы начинаем диалог алкевиат читать. Пожалуйста, откройте. Иная, наверное, пришла. Диалог алкевиат читать. И мы его могли раньше читать просто как эстетское такое вот упражнение в древнегреческом. Ну, в смысле, вот, заразиться этой всей вот красотой. И понять. Кидать вам спорю. Нет, не буду. Поэтому понять, что это то, о чем они говорят. У каждого диалога есть что-то, о чем они говорят. То есть проблема какая определенная решается. А нет, раз мы его читаем уже сейчас, будучи инфицированы философским дискурсом, то будем читать его как философом. Ну что, он не очень маленький. Как мы поступим в чтении? У меня есть идея не читать по голосам, но, может быть, читать по очереди. Чтобы не один ярв глотку рвал. Тогда я начну. Тогда я включаю демонстрацию экрана. Слушайте, ладно, в общем, я немножко побаиваюсь. Надеюсь, что запись правда идет. Демонстрацию экрана. Включаю я. И поехали. Алкивиат, так называемый один. Потому что есть Алкивиат-2. И я повторюсь уже, в который раз. Александр Федорович Лосев говорит, что это не Платон, а Ксенофон. Поэтому мы его вообще не трогаем. Алкивиат-2 мы не трогаем. Я по себе скажу, что я его до конца не дочитал. Он невероятно скучный. И умеет. А этот обожаю. Потому что. У нас два главного героя. Сократ Алкивиат. Сократ. Позже ты сможешь оценить ее значение. Но теперь, когда она больше не служит препятствиям, я пришел к тебе. Я полон надежды, что и впредь это препятствие не возникнет. Все это время я примечал, как ты ведешь себя по отношению к твоим поклонникам. Сколь много их ни было, и как бы ни были они заносчивы, не было среди них ни одного, которого ты не отвадил бы своей высокомерной гордыни. Причину твоего высокомерного превосходства я тебе сейчас объясню. Ты утверждаешь, что тебе не нужен никто из людей. Мол, присущее тебе величие, как телесное, так и душевное, таково, что ты ни в ком не нуждаешься. Ты считаешь, что ты первый среди людей по красоте и росту. Причем для каждого очевидно, что это правда. Далее, по твоему мнению, ты происходишь из самого отважного рода в своем городе. Самым великом из греческих городов. И потому у тебя есть по отцу множество достойнейших друзей и сородичей, которые в случае нужды придут тебе на помощь, и не меньшее число столь же достойных родственников по матери. Самый же сильный из них покровитель, как ты считаешь, Перикл, сын Ксантиппа, коего твой отец оставил после себя вашим опекуном твоим и твоего брата. Ведь он не только в этом городе волен вершить все, что захочет, но и по всей Элладе, и среди многочисленных и могущественных варварских племен. Добавлю еще, что ты из богатых, впрочем, как кажется, это менее всего питает твою гордыню. Чванясь всем этим, ты подавил своих поклонников, а они, будучи послабее, признали свое поражение. Для тебя это не прошло незамеченным, поэтому я уверен, что ты удивляешься настроению, мешающему мне отречься от моей любви. И спрашиваешь себя, на что, глядя, я сохраняю твердость там, где все остальные бежали. Сократ. Но, может быть, тебе не вдомек, Сократ, что ты лишь чуточку меня упредил. Я ведь еще ранее предполагал подойти к тебе и спросить, что тебе от меня надо, и чего ради ты меня не оставляешь в покое, преследуя меня на каждом шагу. Ведь и в самом деле я дивлюсь, какое у тебя ко мне дело, и с величайшей охотой получил бы ответ на этот вопрос. Сократ. Значит, можно предполагать, что ты со своим вниманием меня выслушаешь. Коль скоро, как ты говоришь, тебе желательно узнать мои намерения. Слова мои будут обращены к терпеливому слушателю. Алкевиат. Несомненно, говори. Сократ. Сократ. Смотри же, пусть тебе не покажется удивительным, если, с трудом начав этот разговор, я с таким же трудом его и окончу. Алкевиат. Говори же, почтеннейший, я готов тебя выслушать. Сократ. Пусть будет так. Нелегко это дело объясняться в любви к человеку, ни в чем не уступающему своим поклонникам. Однако, надо решиться и изложить тебе мои намерения. Если бы я, мой Алкевиат, видел, что ты привержен ко всему тому, что я только что перечислил, и намерен продолжать жить так и дальше, я давно бы простился со своей влюбленностью. По крайней мере, я в это верю. Но я хочу доказать тебе самому, что у тебя совсем другие замыслы. И ты увидишь из этого, насколько внимательно я все это время за тобой следил. Мниться мне, что если бы кто-нибудь из богов тебе рек, Алкевиат, желаешь ли ты жить тем, чем жил прежде, или предпочел бы тот час же умереть, коль скоро не сможешь рассчитывать в жизни на большее, ты избрал бы смерть. Я скажу тебе сейчас, в какой надежде ты продолжаешь жить. Ты полагаешь, что если в скорости выступишь перед афинским народом, а это предстоит в самый короткий срок, ты сумеешь ему доказать, что достоин таких почестей, каких не удостаивался ни Перикл и никто из его предшественников. Доказав это, ты обретешь великую власть в городе. А уж коли здесь, то и во всей Элладе, ты станешь самым могущественным. Да и не только среди эллинов, но и среди варваров, обитающих на одном с нами материке. А если бы тот же самый бог сказал, что тебе следует править лишь здесь, в Европе, в Азию же тебе путь закрыт, и ты не предназначен для тамошних дел, то, я думаю, жизнь была бы тебе не в жизни на этих условиях. Коль скоро ты не сможешь, так сказать, заполонить своим именем и могуществом все народы. Так, ну, здесь, наверное, уже надо первую сноску такую сделать. Ну, то есть, это то, на что я указывал, когда говорил, что Алкивят – это первая версия Александра. Да, ну, вы слышите, его Сократ буквально либо отдает ему отражение того, что есть, либо действует так же, как и Аристотель позже к Александру. Внушая, в общем-то, ему это. Дед Фройда тогда тоже посвятил. И мать. И мать Фройда так же делала. То есть, я бы сказал так, что, на мой взгляд, Сократ внушает Алкивиаду его желания. Не свое желание, а его желание. Продолжаем. Я полагаю... Но, но их желания здесь совпадают. Хорошо, продолжаем. Я полагаю, ты не считаешь достойным упоминания никого, кроме Кира и Ксеркса. А что ты питаешь такую надежду, я не предполагаю. Но точно знаю. Быть может, сознавая, что я говорю правду, ты спросишь, какое отношение имеет это Сократ к тому, что ты собирался мне сказать в твоей неотступной привязанности ко мне? Я же тебе отвечу. Милый, сын Клиния и, наверное, Динамахин. Без меня невозможно осуществить все эти твои устремления. Такова моя власть, как я думаю, над твоими делами и тобою самим. Потому-то, полагаю я, Бог и запретил мне беседовать с тобой. И я ожидал на это его дозволения. Но поскольку ты лелеешь надежду доказать городу свое право на всевозможные почести, а доказав это, тотчас же забрать в свои руки власть, то я и надеюсь получить при тебе величайшую власть, доказав, что представляю собой для тебя весьма ценного человека. Вплоть до того, что ни твой опекун, ни твои родичи, никто другой не может обеспечить тебе желанного могущества, кроме меня. Но, конечно, с помощью Бога. А так как ты был очень юн и еще не обременен такими надеждами, то Бог, как я думаю, запрещал мне с тобой разговаривать, чтобы не сказать тебе что-то впустую. Ныне же он разрешил меня от запрета. И теперь ты меня послушаешь. Интересно, разрешил меня как роды, да? Как будто бы у него роды произошли. Ты хотел... Он говорит постоянно Бог, Бог, Бог. Я не могу понять, это в трудности перевода или... Я так понял, что в одних местах он имеет в виду демона как Бога, а в других местах он говорит Бога или Богов поигрывает. Потому что это странно, что он университет свой такой перевод. Ну, видимо, он про Абалона ответит, наверное, и поздно. Да, да. Давайте, давайте. Сейчас попробуем. А у тебя там в переводе. У тебя что-то, кстати, на эту тему какие-то примечания есть? Так, так, так. Так, так, алкивиад, причина божественного свойства, даймонион. То есть, про демона он говорит. Даймонион, гений, тра-та-та. Ну вот, вот так. В целом, то есть, это можно и Богом назвать, в каком-то своем именном. Ну, он же в этой, как ее? В апологии. В апологии он же говорит, да, что он же не может не быть божественным. Значит, это Бог. Я просто хотела сказать, что, конечно, когда ты приходишь и говоришь, мне Бог сказал или мне демон сказал, ну, мне кажется, это разночет. Звучит, надо произвести впечатление. А он тут вообще звучит, вы обратите внимание. Он говорит, не твой опекун тебе не поможет, не твои родичи, никто другой не сможет обеспечить тебе желанного могущества, кроме меня. Но, конечно, с помощью Бога. То есть, он почти что назвал себя Богом только что. Это он вообще демона делает или с помощью Бога. Ну, вот тут я оригинал не имею. Ну, да, как будто бы Бог скорее ему служит. Ну, да, да, да. Алкивят. Мой Сократ, ты кажешься мне гораздо более странным теперь, когда ты со мной заговорил, чем раньше, когда молча за мной следовал. Хотя и тогда ты мне казался весьма необычным. Ты уже разобрался, как кажется, в моих... Ну, понимаете, что такое следовал, да? Он же постоянно терся у него в доме. Ну, там, не у него, а у Периква в доме, а здоровенный дворец. То есть, они все время пересекались. Ты уже разобрался, как мне кажется, в моих замыслах. Лелею я их или нет? И если я с тобой не соглашусь, я все равно не сумею тебя разубедить. Что ж, пусть. Но если бы я и действительно опитал подобные замыслы, каким образом они осуществятся у меня с твоей помощью и не получат свершения без тебя? Можешь ты мне это объяснить? Сократ. Ты спрашиваешь, могу ли я произнести длинную речь в том роде, как ты привык слушать. Ну, можно посмотреть. Мне кажется, на Софистов он сейчас... Я посмотрю, да. Ой, смотрите, 7 и 9. Ну, в общем, мы рассмотрим ее сейчас. Но такая речь не в моем духе. Однако, думаю, я мог бы тебе доказать, что дело обстоит именно таким образом, если только ты в одной малости придешь мне на помощь. Алкивиат Коли, то, о чем ты просишь нетрудно, я готов. Сократ. Что же тебе кажется трудным отвечать на... А, что же тебе кажется трудным отвечать на вопросы? Алкивиат. Нет, не кажется. Отвечаешь. А ты спрашивай, Сократ. Значит, я буду задавать тебе вопросы так, как если бы ты в самом деле замышлял то, о чем я сейчас говорил. Алкивиат. Да, если тебе так угодно. Хотел бы я знать, как бы будут твои вопросы. Значит, заметьте, это еще... Ну, не еще одна форма. Мне кажется, мы ее встречали у Парменида. Да, когда он говорит «если то». Помните? Ну, вернее, этого не произносит. Но мы когда читали Парменида, у него была вот эта логическая форма размышления. «Если то». И вот как будто бы здесь они договариваются о том же. Причем, когда мы будем с вами читать диалог Парменид, они буквально в этой форме все время будут вариться. Сократ, Парменид и... Ну, допустим, что и тогда. Допустим, что в таком случае... А почему «если то» не совсем? Ну, просто я так понял, что «если то» — это причина и следствие. А если они как бы мысленный эксперимент ставят, что допустим... Ну, допустим. Да. Ну, окей, окей. Если бы так побольше. Я хотел сказать, что это же там... Как в логике называется, постоянно забываю. Вот эта форма «если то». Нет, 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 подождите. Разве импликация? Следовательно. Это импликация? Из-за истины следует истина, а из-за лжи может следовать существование. Да, из-за лжи может следовать истина. Это импликация. Стрелочка. Хорошо, ладно. Потом разберемся. Стрелочка обозначается. Да, да, да. Вот это вот обозначающаяся стрелочкой, вот этот значок стрелочка, мне кажется, вот здесь это все-таки он. Нет? Если, то предположим, что, или допустим, что, и тогда что? Ну, предположим, что это истина, тогда... Да, предположим, вот, они же буквально об этом говорят. Давай предположим, что это истина. Но это просто более риск, уровень абстракции. Это простое логическое действие. Я, короче, тебя не понял. Ну, окей, все, поехали. Короче, ладно. Это не очень чем-то важно. Значит, вот, каковы будут твои вопросы, Сократ. Ну, что ж, я утверждаю, что ты намерен в самый короткий срок выступить перед Афининами со своими советами. Итак, если бы в тот миг, как ты собирался взойти на трибуну, я остановил бы тебя и спросил, Алкевиат, о чем же собираются совещаться Афинине, что ты намерен давать им советы? Видимо, о вещах, известных тебе лучше, чем им. Что бы ты мне ответил? Алкевиат, я, конечно же, сказал бы, что о вещах, более известных мне, чем им. Сократ, следовательно, ты способен быть хорошим советчиком в вещах, кои ты знаешь. Алкевиат, а как же иначе? Сократ, а знаешь ты только то, чему научился от других или открыл сам? Алкевиат, что же еще я мог бы знать? Сократ, но возможно ли, чтобы ты выучился чему-либо или что-то открыл, не желая учиться или занимался сам поиском? Алкевиат, нет, невозможно. Сократ, ну а желал бы ты искать то, что ты, по твоему мнению, уже знаешь или учиться таким вещам? Алкевиат, ну, конечно, нет. Сократ, значит, было время, когда ты не считал, будто знаешь то, что ты знаешь сейчас. Алкевиат, разумеется. Сократ, ну, в общем-то, я могу сказать, чему ты учился. Если я что-либо упущу, ты мне подскажи. Насколько я припоминаю, ты обучался грамоте и игре на кефаре, а также борьбе. Учиться игре на флейте ты не пожелал. Помните, да, не флейта, а власть, щеки разбивались. Вот и весь твой запас знаний. Разве что ты обучился еще чему-то тайком от меня, но, значит, ты это делал не выходя из дома ни днем, ни ночь? Алкевиат, нет, никаких других занятий, кроме тех, что ты указал, у меня не было. Сократ. Итак, ты собираешься выступить с советами перед афининами, когда они станут совещаться относительно грамотности, как им правильно писать. Алкевиат, нет, клянусь Зексом, не собираюсь. Сократ, ну, тогда ты будешь давать советы, как ударять по струнам кефары. Алкевиат, ни в коем случае. Сократ. Но ведь у них нет так же привычки совещаться в народном собрании о приемах борьбы. Алкевиат, конечно, нет. Сократ, тогда о чем же им совещаться? Уж, наверное, не о строительстве. Алкевиат, нет, нет. Сократ, ведь это... На этот счет. Ведь на этот счет у Зодчего найдутся лучшие советы, чем у тебя. Алкевиат, да. Сократ, разумеется, и не тогда ты зайдешь на помост, когда они станут совещаться о прорицании. Откройте-ка, пожалуйста. Алкевиат, нет, не тогда. Сократ, ведь прорицатель знает лучше тебя. Алкевиат, да. Сократ, при этом ведь важно, высок он или низок. Надо силу применить. Сократ, при этом ведь не важно, высок он или низок, красив или безобразен, благородного рода или жене. Я просто собираю его ответственность вообще. Что? Вчера мы не могли открыть. Саш, помочь? Да, попробуем. Так, друзья, прошу прощения, маленькая пауза. Слушайте, там надо просто силой нажать. Короче, он вчера стал... Вот так. Там у меня замок такой стражевой. Так, ну понятно, да, то есть Сократ, чего опять, он вечно на одну и ту же клавишу нажимает. Он постоянно говорит, прорицатель знает лучше тебя, да, то есть вещи есть такие, которые, ну, надо довериться профессионалам. Ну, как будто бы все, что ты знаешь, не нужно. Да, а при этом Алкивяду говорит, ты высок, ты хорош, ты красив, да, ты благороден, и ты хочешь быть важнее, главнее всех. А что у тебя, на секундочку, при этом есть, что ты... Мне кажется, там еще одна мысль проскочила. Он его спрашивал, какие знания ты получил от других, а какие добился сам. То есть, мне кажется, здесь еще есть намек на то, что можно самому знания получать. Потому что, если ты получаешь знания от других, другой тебя учит, то этот другой будет это знать лучше, чем ты в любом центре. Просто ты у него учишься. Ты же у него учишься. Он и знает это. Кто-то утаил, например. Ну, а чтобы ты, у тебя были знания по этой логике, которыми ты можешь советовать, ты должен что-то сам открыть. Да, это та самая логика, про которую мы говорили по Платону, что живое, что неживое. Настоящее живое, это не то, которое берет жизнь от кого-то другого, потому что стоит тому прервать это действие, и оно уже неживое. То же самое знание. Если ты берешь у кого-то другого, ты зависишь от каприза, можно сказать, этого другого или от случая какого-то. А можно ли сказать, как... Ну, я просто не знаю, чем он дальше поведет, да? У меня какая-то ассоциация с тем же Гильгамешем, который дура с теми занимался, и хватит заканчивать, уже берет дела, делай какие-то интересные. Но только если Гильгамешу надо делать дела в смысле строить стены, то Алки-Вяду какие-то другие. Да, ну, конечно, какие-то другие дела. Стены и без него строят, да? Сократ на что-то другое убирает. Хорошо, хорошо. Значит, друзья, я потерялся... Вот, неважно, конечно. Сократ, ну, а давать советы о чем бы то ни было подобает ведь знатоку, а не богатому человеку. Это хорошо. Малки-Вяду, конечно. Конечно, Сократ, когда ахиньи совещаются относительно здоровья своих сограждан, им неважно, беден ли богат тот, кто их убеждает, но они заинтересованы в том, чтобы советчик их был врачом. Малки-Вяду, это естественно. Сократ, но в каком же тогда случае будет правильным с твоей стороны выступить перед ними с советами? Малки-Вяду, тогда, когда они начнут совещаться о своих делах. Да. Мне всегда возникла мысль о том, что, например, у нас в эпоху Инстаграма того же, ты себе как раз привлекаешь к себе людей, как раз красивой внешностью, богатством и так далее и тому подобное, какими-то такими вещами. И пишешь людям советами, что делать им в их делах. Да, и тебя слушают. А на каком основании? Тут красиво. Это даже намного раньше началось. Это не эпоха Инстаграма. Вспомни всякие вот эти вот шоу, где так называемые звезды собираются и дают советы людям о том, что делать. Нет, тут немножечко про другое я говорю. Именно ты, допустим, врач. То есть я вот работала тоже в клинике, да? И там все говорили о том, что, окей, ты врач, например, и тебе нужно себе набирать клиентуру, скажем так. Заводишь Инстаграм, ты красивый, и тебе люди идут. Ну да, друзья. А что, читаем Одиссею. В начале Агамемнону идет совещание. А, нет, не Агамемнону, Нестору, по-моему, перечит горбун. И мы понимаем, что он нехороший человек, он некрасив, он горбун. К нему подходит Одиссей и начинает бить его по горбу палкой. Тот давай плакать, все ахейцы смеются. Мы понимаем, зло подвержено. Ну вот, хорошо, все отлично. Ну вот, нормальная логика. И я не думаю, что это только уже у древних логиков. Хорошо, поехали дальше. Совещаться о своих делах. А, да, совещаться о своих делах. Сократ, ты имеешь в виду судостроение? Какие именно следует сооружать суда? Алкивер, да нет же, Сократ, совсем не это. Сократ, я полагаю, ты не разбираешься в таком деле. Именно поэтому ты воздержишься или по какой-то иной причине? Алкивер, нет, именно поэтому, Сократ. Но какие же дела ты имеешь в виду, о которых они станут совещаться? Алкивер, я имею в виду, Сократ, войну или мир, или другие подобные же дела государства? Сократ, точнее говоря, когда они станут совещаться, с кем заключить мир, а с кем воевать и каким образом? Алкивер, да. Сократ, разве не нужно это делать наилучшим образом? Алкивер, да. Сократ, и в наиболее благоприятное время? Алкивер, несомненно. Сократ, и в течение такого срока, который представляется наивыгоднейшим? Алкивер, да. Сократ, а если бы Афине не совещались о том, с кем надо вести борьбу в Палестре, обычно или на кулаках, и каким образом? Кто бы дал при этом лучший совет, ты или учитель гимнастики? Алкивер, конечно, учитель гимнастики. Сократ, а можешь ли ты мне сказать, что принимает во внимание учитель гимнастики, когда собирается дать совет, с кем следует бороться, а с кем нет? А также, когда это надо делать и каким способом? Я вот что имею в виду. Ведь бороться надо с теми, с кем это стоит делать. Разве не так? Алкивер, да. Сократ, и делать это надо по возможности лучше. Алкивер, да. По возможности. Сократ, и в самое благоприятное для этого время. Алкивер, разумеется. Сократ, а певцу разве не приходится временами сопровождать свое пение игрой на кефаре и ритмическими движениями? Алкивер, приходится. Сократ, и именно тогда, когда это лучше всего подобает. Алкивер, да. Сократ, и столько раз, сколько это будет наилучшим. Алкивер, конечно. Сократ, далее. Поскольку ты прилагаешь лучшее к обоим случаям, и к музыкальному сопровождению, и к борьбе, что ты назовешь лучшим в игре... Слышите, да? Он начинает рассуждать о лучшем как таковом. Не в особенно случаях, а во всеобщем лучшем. Что ты назовешь лучшим в игре на кефаре, подобно тому, как я называю в борьбе лучшим ее видом борьбу гимнастическую? Какой ты в этом случае назовешь вид? Алкивер, я тебя не понимаю. Сократ, ну попробуй мне подражать. Мои слова означали тот вид, который является собой совершенство. Совершенно то, что делается в соответствии с правилами искусства. Разве не так? Алкивер, так. Сократ, а гимнастика разве не искусство? Алкивер, конечно, искусство. Сократ, я же сказал, что наилучшим в борьбе является ее гимнастический вид. Алкивер, да, сказал. Сократ, так разве я был не прав? Алкивер, я думаю, прав. Давай же и ты, ибо и тебе подобает правильно рассуждать. Скажи, прежде всего, что это за искусство, в котором уместны одновременная игра на кефаре, пение и ритмические движения. Как это все вместе зовется? Можешь ты мне это сказать? Алкивер, право, не могу. Сократ, ну попробуй подойти к этому так. Какие богини покровительствуют этому искусству? Алкивер, ты разумеешь в мус, мой Сократ. Сократ, да, смотри, каково же наименование этого искусства по музам? То есть это какое-то мусическое искусство. Можно понимать? А вот, собственно, Алкивер, мне кажется, ты имеешь в виду мусическое искусство. Сократ, да, именно его. Что же бывает в нем несовершенным? Подобно... Совершенным. Поддон. Что же бывает в нем совершенным? Подобно тому, как я тебе раньше определил правильность в гимнастическом искусстве, так и ты сейчас дай определение в отношении искусства мусического, в чем заключена его правильность. Алкивер, я думаю, в гармоничности. То есть еще раз, как я... Тома, ты помнишь, какие были мусические искусства? Давайте вот, чтобы мы сейчас не запутались. Я сейчас, мне кажется, не все назову. Ну, примерно. Ну... Нет. Нет, давайте посмотрим. По времени оборачивались. Мусическое воспитание. Так, основа наук, изучение ираторского искусства, политика, этики, философии. Ну, это не то, да? Этого мало. Сочеталось с гимнастикой. Это воспитание, а искусство там чуть-чуть будет и в другом. Ну, как-то надо именно... Лучше, виды, виды мусических искусств. Это там, где каждому музыку... Да, 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 да. Да, да, да. Да, да, да. Ну, как бы, да. Так, жесть. Я думал, это будет быстро, честно говоря. Поэзия, музыка, танец, так называемые мусические искусства. Функция эстетическая. Слушайте, ну ладно. Там же их семь вроде как, да? Нельзя было потрогать. То есть, не живопись и не архитектура, не скульптура. Это что-то во времени. То есть, танцуешь, музыка, играешь. Да, по-моему, ты что там еще делаешь? Риторика, по-моему, тоже говоришь. Или поэзия. Эпос. Эпос? Эпическая поэзия? Эпос, да. Ну, вот я сейчас тоже. Ну, вот как музам, да, соответственно? Короче, хорошо. Давайте упростим наш задач. Ой, не ту открыл. А вот традиция выделяет 9 муз. 9. Муза эпической поэзии, калиопа, эраторюбовная поэзия, танец, терпсихора, полигимния, гимны в честь богов и героев, а также ораторское искусство, эрктерпа, велическая песня, мельбомена, трагедия, талия, комедия, Клио, история, уральная, астрономия. О, астрономия. Ну, тоже не подробно, да? Хотя странно. Муза есть. Да, все, спасибо, есть, отлично. Тогда что? Тогда он говорит, искусство мусическое, это любое мусическое искусство, да? Он это берет как всеобщее. Любое мусическое искусство. Любое из 9. Или каждое из 9. Всякое. Любое, потому что он сам приживый приводит. Понимаешь, он говорит, мусическое искусство. Но, мне кажется, они сейчас говорят, никакое то. А мусическое, вообще мусическое. Как будто бы. Ну, ладно. Пошли дальше. Так. В чем правильность? Правильность гармоничности. Отлично. Сократ говорит. Давай же назови теперь лучшее в деле войны и мира. Подобно тому, как ты раньше назвал, гармонию лучшим в одном из искусств и гимнастические упражнения в другом. Попытайся же и здесь назвать лучшее. Алкирят. Но не очень-то это разумно. Сократ, да ведь это позор. Представь, если кто-то обратится к тебе за советом по поводу питания. Опять стыдится, да? Все стыдится. Советом по поводу питания. Мол, какое будет получше и сколько-то, и сколько и когда будет уместнее. А затем тебя спросят, что ты разумеешь под лучшим, Алкирят? Ты ведь сможешь ответить, что разумеешь более здоровое питание, хотя ты не ведаешь себя, не выдаешь себя за врача. А тут, выдавая себя за знатока и выступая советчиком, как человек знающий, ты не сумеешь ответить на заданные тебе вопросы. Ты не почувствуешь при этом стыда. И не покажется тебе это позорным. Слушайте, это мне напоминает одну штуку. Один мой друг, он говорит, я встречаюсь сейчас вот с девушкой. Я ее спрашиваю, чем ты занимаешься? Она говорит, я развиваюсь. Я ей говорю, в каком плане? Она говорит, ну, развитие, саморазвитие. Он говорит, ну, я, говорит, не совсем понял. А в какой отрасли? Она говорит, ну, саморазвитие. Да, не только какой музик, да, но он здесь вот про это, да, он говорит, ну, лучшее. Так как, говорит, а какое лучшее? Ну, лучшее. Ну, понятно же, лучшее. Он говорит, ты почему не рефлексируешь лучшее вообще? Алкиевят, не покажется тебе позорным? Алкиевят, очень даже покажется. Сократ, смотри же, постарайся сказать, к чему тяготеет наилучшее при заключении мира и с кем следует сражаться во время войны. Алкиевят, ну, я хоть и стараюсь, не могу этого разуметь. Сократ, значит, ты... Вот, мне кажется, вот здесь Сократ уже почувствовал наслаждение, да? Тот сказал, не могу. А, Сократ, о, хорошо. Сократ, значит, ты не знаешь, какие взаимные обвинения выдвигаются при объявлении войны сторонами. Вы не христи. Нет, это вы не христи. И с какими словами... Вы фашист. Вы фашист. Нет, вы фашист. И фашист. Нет, и вы. Да. С какими словами мы начинаем обычно войну? Алкиевят. Нет, ну, знаю. Мы утверждаем при этом, что мы обмануты, ограблены, либо потерпели насилие. Слушайте, это смешно. Сократ, довольна. А говорим ли мы о том, каким образом потерпели все это? Попытайся сказать, в чем различие того или другого случая. Алкиевят. Под случаем, мой Сократ, ты подразумеваешь, происходит ли это справедливым образом или несправедливым. Сократ. Вот именно. Алкиевят. Но это целиком и полностью отличается одно от другого. Сократ. Прекрасно. Что же ты посоветуешь Афининам? Сражаться против обидчиков или против тех, кто действует справедливо? Алкиевят. Вопрос твой коварен. Ведь даже если кому придет в голову, что следует воевать против тех, кто действует справедливо, Афинини на это не пойдут. Сократ. По-видимому, потому, что это противоречит обычаю. Алкиевят. Разумеется. Ведь это было бы неблагородно. Сократ. Следовательно, твои речи будут соответствовать этому справедливому обычаю. Алкиевят. Безусловно. Это сейчас и шутка была Сократа, да? Называть это обычай справедливым. Я так понимаю, это был очень такой жестокий стек. Сократ. В таком случае, на мой вопрос, что является лучшим, воевать или нет, с кем именно воевать и в какое именно время ответом будет, что лучшее, это более справедливое. Не так ли? Алкиевят. Кажется, так. Сократ. Но как же, милый Алкиевят, мог ли ты сам не знать, что ты это знаешь? Или же ты скрыл от меня, что обучался этому учителя, научившего тебя различать более или менее справедливое? Кто же этот учитель? Скажи мне, чтобы ты и меня мог определить к нему лучшимики. Алкиевят. Сократ, ты надо мной насмехаешься. Сократ. Не, отклянусь твоим и моим богом дружбы. И менее всего, я хотел бы нарушить такую клятву. Но если ты знаешь такого учителя, скажи мне, кто он? Алкиевят. А что, если я не знаю? Почему ты не веришь, что я иным путем мог узнать, что такое справедливость и несправедливость? Сократ. Конечно, мог, если открыл это сам. Алкиевят. А ты полагаешь, что я на это не способен. Сократ. Нет, наоборот, если ты только будешь искать. Алкиевят. Значит, ты думаешь, что я не мог бы искать. Сократ. разумеется, мог бы, если бы считал, что чего-то не знаешь. Алкиевят. И ты полагаешь, что со мной этого никогда не бывало. Сократ. Ты хорошо сказал. Можешь ли ты назвать мне то время, когда считал, что не знаешь, что такое справедливость и несправедливость? Например, в прошлом году ты считал, что не знаешь, этого и искал. Или ты считал, что это уже знаешь. Отвечай правду, чтобы беседа наша не была бесплодной. Алкиевят. Я считал, что уже это знал. Если говорить про тему этого диалога, она как будто бы про то, что царь должен уметь рефлексировать и думать. Уметь рефлексировать собственную мысль. Да. Ну, и они там дальше и в этой глубине они к этому и придут. Я считал, что это знают. Сократ, а в позапрошлом году или 4-5 лет тому назад так не считал? Алкиевят. Нет, считал. Сократ, но ведь до этого ты был еще мальчиком, не так ли? Алкиевят. Да. Сократ, а ведь я хорошо знаю, что ты тогда думал, будто тебе эти вещи ведомы. Алкиевят, как ты можешь быть в этом уверен? Сократ, я часто слышал твои речи, когда ты был мальчиком в школе или в других местах во время игры в бабки. или во время прочих забав. Ты не затруднялся в вопросах справедливости, несправедливости, но наоборот, весьма уверенно и отважно высказывал свое мнение о любом из мальчишек, что он, мол, мошенник и негодяй, и играет нечестно. Разве я лгу? Алкиевят, но что еще я должен был сделать, Сократ, если меня кто-то надувал? Сократ, однако, если ты тогда не знал, надувают тебя или нет, уместно ли тебе спрашивать, что ты мог сделать? Алкиевят, клянусь, Зевсом, я не только знал, но был точно уверен, что меня надувают. Сократ, похоже, значит, ты считаешь, что и мальчиком знал, что такое справедливость и несправедливость. Алкиевят, да, знал. Сократ, так когда же ты это открыл? Ведь не тогда же, когда ты считал, что ты это знаешь? Алкиевят, конечно, нет. Сократ, а когда же ты считал, что этого не знаешь? Вот видишь, ты никак не найдешь такого времени. Вот это вот ужасно. Видите, что делает Сократ? Я не знаю, как вам, меня это всегда вбрасывает в ужас, когда он показывает, что субъект всегда уже. Понимаете, да, вот это вот. Никогда нет такого, о, я себя обнаружил, вот это да, да, я вот становлюсь субъектом. Никогда этого нет. Я уже саморазвился. Я настолько в своем самопознании преисполнился. Вот, это вот, ну, я не знаю, как вам, мне эта мысль, ну, она меня, я не знаю, что она со мной делает. Возбуждает и угнетает одновременно. То есть, я понимаю, что ну, вот маленький ребенок растет, да, он по чуть-чуть, по чуть-чуть, по крохам, по крохам, но он как бы уверен, что он вот всегда как бы был. А это же неправда, это же иллюзия. И, значит, было время, когда меня не было, но я не знаю этого времени. Я не знаю, у меня нет этого опыта абсолютно. видно. Алкивиат, клянусь, зевсом, Сократ, не знаю, что ей сказать. Сократ, ну, собственно, Сократ, значит, не открытие помогло тебе это узнать. Алкивиат, да, совсем не одно, не оно, как видно. Сократ, но недавно ты сказал, что знаешь, не обучившись этому, а если ты и не открывал этого, и этому не учился, каким образом и откуда ты это знаешь? Алкивиат, ну, может быть, я неверно тебе ответил, когда сказал, что знаю это благодаря собственному открытию. Сократ, а как обстоит на самом деле? Алкивиат, я думаю, что обучился этому так же, как и другие. Очень легкий ответ. Спасибо, расходимся. Закрыто, да? Но не таков Сократ. Сократ, мы снова вернулись к тому, с чего начали. То есть, он указывает на логический круг, да, ты только что доказал тем, с чего начинали. От кого ты этому научился? Поделись со мной. Алкивиат, от многих. Ну все, да, уже поплыл. От многих он научил. Сократ, ссылаясь на многих, ты прибегаешь к не очень-то серьезным учителям. Алкивиат, почему же? Разве они не способны обучить их? Сократ, даже игре в шашки и то не способны. А ведь это куда легче, чем внушить понятие справедливости. Вот это, это софизм. Вот это был сейчас софизм, конечно, да? Это прямо выступление в суде какого-то, адвоката. Это похоже на, кто это? Кто это? Наш дореволюционный, великий, как его, Федор Никифорович забыл, адвокат наш. Да, когда вот бабушка чайник украла, помните, да? Ну она срок заслужила, украла чайник. А он выходит и говорит, плевака, а он выходит и говорит, слушайте, Москва матушка и Наполеона пережила, и чего она только не пережила, но бабушку, которая чайник украла, она пережить не сможет. Ну и бабушку оправдали после этого. Но это софизм. Вот, хорошо. Значит, ссылаясь на многих, Игорев Шашки, А ведь это куда легче, чем внушить понятие о справедливости. Что ж ты считаешь иначе, Алкивят? Нет, я с тобой согласен. Сократ, что же те, кто не способны обучить менее серьезным вещам, способны обучить более серьезным? Алкивят? Да, я так думаю, они способны обучить вещам значительно более важным, чем игра в шашки. Сократ, и что же это за вещи? Алкивят? Например, я научился у них правильной эллинской речи. Здесь я никак не могу назвать себя своим собственным учителем, но должен сослаться на тех, кого ты называешь несерьезными учителями. Сократ, в самом деле, благородный мой друг, многие хорошие учители этого предмета и по справедливости должны быть прославлены за свою науку. Алкивят, почему же, Сократ? А потому, что они владеют здесь тем, чем и должны владеть хорошие учители. Алкивят, что ты имеешь в виду? Сократ, разве ты не знаешь, что те, кто собираются чему-либо научить, должны прежде всего знать это сами? Не так ли? Алкивят, как же иначе? Сократ, но знатоки должны ведь быть между собой согласны по поводу того, что они знают и не расходятся во мнении. Алкивят, да. Сократ, а если они по какому-либо вопросу разойдутся во мнениях, скажешь ли ты, что они этот предмет знают? Алкивят, нет, конечно, да, но именно на этом вообще-то основан дискусс университета, да, в расхождении, прежде всего, в расхождении и спорах, конечно же. И чем больше люди знают этот предмет, тем больше они спорят, конечно. Алкивят, нет, нет, Сократ, в самом деле, могли бы они этому обучать, Алкивят, никоим образом. Сократ, что ж, разве тебе кажется, будто многие расходятся между собой во мнении, что именно следует называть камнем или деревом, или если ты кому-то задаешь этот вопрос, разве все не согласятся между собой и не протянут руку к одному и тому же предмету, камню или дереву? То же самое относится и к остальным подобным вещам. Ведь именно это, как я полагаю, ты называешь правильным знанием эллинской речи, не так ли? Алкивят, Сократ, значит, как мы сказали, они бывают согласны по этим вопросам друг с другом и сами с собой, выступая и как частные лица и от имени государства. Ведь не станут же государства спорить между собой, называя этими именами одни одно, а другие другое. Нет, нет. Значит, они, эти многие, естественно, могут быть хорошими учителями. Да. И, следовательно, если мы пожелаем сделать кого-то знающим эти вещи, то правильно поступим, послав его в обучение к этим многим. Несомненно. Ну, а если бы мы захотели узнать не только, что такое люди или лошади, ну и какие из них быстры в беге, а какие медленны, окажутся ли многие в состоянии нас этому научить? Конечно, нет. Достаточным ли для тебя свидетельством того, что они этого не знают и не являются дельными учителями в этом вопросе, будет их несогласие между собой при его решении? Да, вполне достаточно. Ну, а если мы захотим узнать не только, каковы люди, но и какие из них бывают здоровыми или больными, окажутся ли в этом случае многие достаточно сведущими для нас учителями? Конечно, нет. Будет ли для тебя свидетельством непригодности их для этого «Дело несогласия многих между собой?» Несомненно. К чему же мы пришли? Тебе кажется, что многие согласны сами с собой и друг с другом относительно справедливых людей и дел? Менее всего клянусь Зевсом Сократ. Не думаешь ли ты, что именно по этим вопросам между ними больше всего разногласий? Очень даже думаю. однако полагаю тебе никогда не случалось видеть или слышать настолько резкие споры между людьми относительно здоровья или болезни, чтобы это заставляло их хвататься за оружие и убивать друг друга? Конечно, нет. Что же касается справедливости и несправедливости, я знаю, что если ты даже этого не видел, то наверняка слышал рассказы и Гомера, и многих других, ведь ты знакомый с этим. Си и Солиадой. Разумеется, мой секрет. А ведь поэмы эти посвящены разногласию по вопросам справедливости и несправедливости. Да. И все битвы и смерти воспоследовали из-за этого разногласия среди ахейцев и троянцев, а также между женихами Пенелопы и Одиссеем. что-то я не понял, подождите, что между Одиссеем и женихами Пенелопы были споры о справедливости и несправедливости, я не понял. Ну, им было справедливо уже наконец ее себе... Ну, и его убить. Ну, конечно, ну, что такое. С их стороны справедливо его убить. С его стороны он пришел к жене. А это разве было не до прихода, что они считали справедливым, что раз у нас столько лет без... Может быть, вот это? Может быть, вот это? То есть, никогда он пришел? Ну, ладно, хорошо. Алкига, ты говоришь правду, Сократ. Думаю, также, что у тех, кто пал при Танагре... Ну, помню, не помню, что такое у Афинин, Лакидимонян и Беотийцев, а также у тех, кто позже погиб при Коронее, среди них был твой отец, Клиний, спор шел ни о чем ином, как о справедливости и несправедливом. И именно этот спор был причиной смерти и сражения, не так ли? Ты прав. Назовем ли мы знатоками какого-либо предмета людей, столь сильно расходящихся во мнениях по поводу этого предмета, что в пылу спора они чинят друг другу крайние насилия? Конечно, нет. От незнания, да? От... Не знаю. Назовем ли мы знатоками? Нет. А они не знатоки, да? Раз они чинят друг другу насилие, то они не знатоки. Ну, в смысле, как они, как многие могли его научить? в смысле, он говорит, меня многие, да? Многие другие научили понятию справедливости. Ну, как вот речи же меня многие научили. Ну, окей, на речи все одной разговаривают, да? Но в справедливости не могут быть учителями многие, получается, да? Потому что они не сходятся. Потому что они друг другом режут за это. Постоянно. И тогда мне кажется вопрос, да, откуда ты знаешь справедливость? Что есть справедливость? То есть он, да, он разубеждает его в том, что ты не можешь знать, что такое справедливость вообще такова. Значит, он, конечно, нет. А ты ссылаешься на подобных учителей, относительно которых сам признаешь, что они невежды. Алкивят, похоже, что так? Сократ, как же может быть, что тебе ведом и справедливость и несправедливость, если ты блуждаешь в этом вопросе вокруг да около? И как это очевидно, ни у кого, ни у кого этому не обучался и сам не пришел к такому открытию. Судя по твоим словам, это невозможно. Не замечаешь ли, Телкивят, что ты неправ? Давайте это, я это распечатаю, здесь напишу где-нибудь. В этой комнате это должно быть написано. Да, да. Я просто так писаю. Не замечаешь ли ты, Алкивят, что ты неправ? Алкивят, а в чем? Это дается мне, джентльмен, это комедия. А, Сократ, ты утверждаешь, что так выходит по моим словам. Алкивят, как это? Разве ты не говоришь, будто мне неведомы справедливость и несправедливость? А, разве не ты говоришь? Сократ, нет, не я. Алкивят, значит я. Сократ, да. Алкивят, ну каким это образом? Сократ, смотри же, если я спрошу, что больше, единица или двойка, ты ведь ответишь, что двойка. Алкивят, конечно. Насколько больше? На единицу. Так кто же из нас утверждает, что двойка больше единицы на единицу? Алкивят, я. Сократ, значит я задал вопрос, ты мне ответил. Да. И так относительно этих вещей я задаю вопрос, а ты отвечаешь. Да, я. А если я спрошу тебя, из каких букв состоит слово Сократ, а ты мне ответишь, кому будет принадлежать утверждение? Мне. Слушай, у тебя это хороший вопрос. А почему оно утверждает, принадлежит ему? Оно никому не принадлежит, да, получается? Ладно, хорошо, посмотрим, что будет дальше. Алкивят, мне. Давай же, скажи вообще, когда есть вопрос и ответ, кто является лицом утверждающим, спрашивающим или дающий ответ? Мне кажется, Сократ, что дающий ответ. Ну, а до сих пор во всей нашей беседе спрашивающим был я, ты же мне отвечал, несомненно. Кто же из нас изрек сказанное? Как это очевидно из нашей договоренности я. А разве не было сказано справедливым и несправедливым, что Алкивиад, красивый сунг линия, этого не знает, однако питает намерение выступать в народном собрании перед афиненами советами о том, чего он не знает? Разве дело обстоит не так? Видимо, так. Здесь очень уместен мой Алкивиад стих Еврипида «Не от меня, но от себя ты слышала». В самом деле, ведь я, ведь не я это утверждаю, но ты сам, и напрасно ты в этом меня обвиняешь. Но утверждение твое истинно, безумную ты лелеешь затею, добрейший мой, учить других тому, чего не знаешь сам, отказываясь вдобавок этому научиться. Алкивиад. Я думаю, мой Сократ, что афинене, да и все остальные эллины, редко задаются вопросом, что справедливо, а что несправедливо. Они считают, что это само собою ясно. Поэтому, отложив попечение о справедливости, они заботятся лишь о пользе дела. Ведь справедливое и полезное, как я полагаю, это не одно и то же. Скольким людям, чинившим величайшую несправедливость, это принесло выгоду, в то время, как другим, хоть и вершившим справедливые дела, по-моему, не повезло. Сократ. Но что же, если даже допустить, что справедливое и полезное весьма друг от друга отличны, не думаешь ли ты, что тебе известно, что именно полезно людям и почему? Он уже, он ему не дает покоя, он в тот раз и съехал. Ну, там, распорядливое, но людям нужна польза, да? Он говорит, ты думаешь, что ты знаешь, что такое польза? Ну, давай поговорим. Алкивят, а чего же нет, Сократ, только не спрашивай меня снова, от кого я этому научался или каким образом я пришел к этому самому. Сократ, ну, как ты можешь это требовать? Когда ты что-либо неправильно утверждаешь и есть возможность доказать тебе это с помощью прежних доводов, ты вдруг желаешь получить какие-то новые доказательства. Так как, если бы прежние стали подобны изношенным платьям, кое ты уже больше не можешь носить, тебе, видишь ли, требуется свежее и незапятнанное доказательство. Я же пропущу мимо ушей твои словесные уловки и снова спрошу, откуда к тебе пришла наука о пользе? Кто твой учитель? И еще обо всем том спрошу тебя сразу, о чем спрашивал раньше. Однако и теперь ясно, что ты пришел к тому же, что я и не сумеешь мне доказать ни того, что ты сам открыл значение пользы, ни того, что ты этому научился. Но поскольку ты избалован и с неудовольствием примешь повторение прежних речей, я ставлю пока в стороне вопрос о том, знаешь ты или нет, что полезно Афининам. Однако, почему же ты не показал одно и то же справедливое и полезное или это разные вещи? Ты мог это сделать, если тебе угодно. Либо задавая мне вопросы, как я задавал к тебе, либо связно изложив это в собственном рассуждении. Алкивят, но я не знаю, мой Сократ, сумею ли я тебе это изложить? Сократ, а ты, мой милый, представь себе, что я народное собрание, ведь там тебе нужно будет убедить каждого, не так ли? Алкивят, да. Сократ, разве один и тот же человек не способен убеждать людей, как поодиночке, так и всех вместе, в том, что он знает, подобно тому, как учитель грамматики убеждает в правильности письма, как одного, так и многих. Ты прав. да. А я правильно понимаю, что Сократ утверждает, что, ну, вот этими своими вопросами утверждает, что этому можно научить? То есть, есть некий учитель, который, или он просто стыдит алкивяда таким образом, или он утверждает, что есть такой учитель. Он научает его, начинает, задавая вопросы, подводит. Ну, вообще, как будто бы он уже обучает его, нет? Да, как будто бы уже этот процесс начинает прямо сейчас. Сомнения в нем зарождают. Не только сомнения зарождают, да, он же прямо заставляет его уже думать. Но он учитель не тот, который дает, а тот, который что? Который спрашивает? Ну, типа заставляет задуматься. Эвристическая, применяет метод эвристической мальтики. Учитель процесса. То есть, он хочет ему, его подпительному процессу. и посредством. Я просто предполагаю, вот если бы Алкивиад, кстати, тут Алкивиад, с учетом того, что это Алкивиад, очень покорно себя ведет, на мой взгляд. Ну, ладно, это опустим. Я думаю, к Сократу он обязан так относиться. Там есть все-таки обычай. Но, если бы Алкивиад сказал, Сократ, я считаю, что этому невозможно ни у кого. чтобы на это ответил Сократ. Чтобы на это спросил Сократ. Ряд, помнишь, я говорю. Чтобы на это спросил Сократ. Да, ряд в клипе группы Каста, ряд разъяснительных вопросов. Задал бы. Ну, можно пофантазировать на это, что если невозможно учиться, значит, тогда бы Сократ, наверное, стал бы думать в ту сторону, ну, а откуда тогда это можно узнать? Откуда это можно знать? Что источник знания? Потому что они бы тогда, наверное, пришли бы к тому, что это какое-то врожденное знание. А что это значит врожденное? От кого? Ну, как оно родилось? Что это значит? Каждый человек с таким рождается? Не каждый. Каждый может вспомнить его. как получается. Ну, вот, более того, как будто бы он заставляет его сейчас это начинать вспоминать. Он же вот относит его к каким-то таким моментам, что ты помнишь себя. Как будто бы он заставляет его вспоминать это знание. Как будто ставит парадокс это. Как будто вот ты был младше, а Алькина говорит, да, я это знал. Но как будто это парадоксально, что вот он в таком юном возрасте уже знал, что такое справедливость. А я, например, не вижу в этом парадокса. Но Сократ как будто указывает, что это парадоксально, что никто не учил, вот, был юным, знал, и сейчас уже знал, и я понимаю, что смысл в том, что Окивят хочет там управлять и не знает как, не умеет как, это я понимаю. Но вот вопрос, в чем вот софистический парадокс был. Он же в итоге показал, что он нам, или не знает. Он вполне логический, потому что сначала же они с Сократом договорились, что для того, чтобы что-то знать, это можно двумя способами получить. Открыть самому оба этих способа, кто хотя бы понаслышке знаком с идеями Канта, они какие? Они какие? Как они? Либо ты сам... Либо ты сам научился у себя как-то вот сам либо у кого-то. Они значит какие? Что у них общего? Ну как сказать внешне? Ну нет, ну не внешне. И для Канта это, кстати, совершенно не актуальная идея. Внешне, внутренне. Ну потом. Чуть побольше мой Канта. Поехали. А это же вроде бы не считается. Не, по-моему, это не считается. Ну, значит... Теоретически, теоретически. Нет, нет, нет. Это то, что ты сейчас говоришь, это скорее про Дикарта. Ну ладно. Поехали, поехали, поехали. Ладно, я вам скажу. Эти способы получены опытным путем. Есть полученные без всякого опыта, а есть полученные опытным путем. Непосредственные опыта. Ну, там у Канта по-другому. Априорные там. Априорные это без опыта. И вот как будто бы то, что ты Наташа говоришь, что... Да, то есть Сократ в этом смысле как-то не указывает на вот это приобщение к Едимому. Ну, то есть он был маленький как будто бы и он не мог знать. Или мог, или вот я вот не убежу проекса в этом. Ну, посмотрим. То есть как будто бы Сократ не допускает оприорного знания. оприорного или просто оприорного или мы так читаем оприорного знания оприорного 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 какого-то знания. Я не знаю, что может помешать. А почему бы оно не было врожденным? Может быть, но об этом можно также порассуждать, выдавать вопросы как Сократ. Да. Ну, хорошо. Мы сейчас это обозначили. На самом деле мы, как всегда, мы не знаем позицию Сократа, если честно. Было бы наивно подумать, что мы уже понимаем, к чему он возил. Кажется, пока наивно, да, я такая наивно принимаю, то, что он говорит как будто как парадокс, как будто этого не может прийти. Как будто понятно, куда он ведет. Что только вот я тебя сейчас наивно. Кто тебя научил, но никто знает, что ты не знаешь. Саш, как там успехи? Два. А, все эти слишком очевидные выводы, давайте все-таки с осторожностью. Платон не дурак, короче, если прям совсем просто. Я забыл, где мы учили грамматики. Человек убеждает одного и многих. Ага, Сократ говорит, точно так же и в правильности чисел один и тот же человек убеждает одного и многих. Кто-то зашел? А, все, окей. Алкивят, да. Сократ, и этим человеком будет знаток арифметики. Алкивят, конечно. Значит, ты можешь в чем-то убедить как одного человека, так и многих. Естественно. Разумеется, в том, что тебе известно. Да. Значит, отличие участника беседы, подобной нашей, от оратора, выступающего перед народом, состоит только в том, что последний убеждает всех скопом первый же лишь одного. по-видимому. Так давай же, поскольку явно безразлично убеждать ли многих или одного, поупражняйся на мне и попробуй мне доказать, что справедливое не всегда бывает полезным. ты очень заносчив, сакрар. Что ж, сейчас из-за ночевости я попытаюсь тебе доказать противоположное тому, что ты мне доказать не пожелал. Говори же. Ты только отвечай на вопросы. Нет, говори ты сам. Значит, тебе не очень желательно, чтобы я тебя убедил. Желательно во всех отношениях. Не правда ли, коль скоро ты утверждаешь, что дело обстоит таким именно образом, ты в высшей степени в этом убежден? Мне кажется, да. Отвечаешь. Ведь если ты не сам от себя услышишь, что справедливость полезна, а от другого, ты ему поверишь? Не поверишь. О, ты ему не поверишь? Алкиват. Нет, конечно. Но мне следует отвечать. Ничто, как я полагаю, мне здесь не повредит. Сократ. Да ты провидец. Скажи мне, ты утверждаешь, что из справедливого одно полезно, другое же нет. Алкиват. Да. Но как же это? Значит, одни справедливые вещи прекрасны, другие же нет. Алкиват, что ты имеешь в виду? Сократ, я спрашиваю тебя, видел ли ты когда-нибудь человека, совершающего безобразные, но справедливые поступки? Алкиват. Нет, не видел. Сократ. Наоборот, все справедливое было одновременно прекрасным. Алкиват. Да. Сократ, а что мы скажем о прекрасных поступках? Все ли они хороши, или одни хороши, другие же нет? Алкиват, я полагаю, Сократ, что некоторые из прекрасных поступков дурны. Сократ, значит, и некоторые безобразные поступки хороши. так. Утверждая подобное, ты имеешь в виду, например, случаи, когда многие во время войны, придя на помощь друг другу или сородичу, другую сородичу, получали ранения и умирали. Другие же, хоть и должны были помочь, не помогали и оставались живы-здоровы. Да, именно это. Значит, ты считаешь подобную помощь и попытку спасти тех, кого должно, прекрасной, ведь это проявление мужества, не так ли? Так. Дурно же это из-за последующих ранений и смерти, так ты полагаешь? Да. Хотя, ну мы понимаем, да, что когда они говорят, по-моему, до этого Сократ уже спасал Киряда на поле битвы. Он же его там защищал, очень был при этом хорош. Дурно же из-за последующих ранений и смерти, так полагаешь, да. Но ведь мужественное поведение и смерть это разные вещи. Безусловно. Значит, помощь, оказываемая друзьям, прекрасна и дурна не в одном и том же отношении. Видимо, так. Посмотри же, не оказывается ли вообще то, что прекрасно одновременно и хорошим, как в приведенном сейчас случае? Ведь ты согласился, что мужественная помощь прекрасна. Так рассмотри само мужество хорошо, но или дурно. Исследуй это так, что тебе более желанно, хорошее или дурное. Хорошее. И предпочтительно самое лучшее. Да. И при этом ты менее всего хотел бы этого лишиться. А как же иначе? Что же ты скажешь относительно мужества? Ценой чего ты согласился бы его лишиться? Алкевиат, да мне и жизнь мила будет, если я окажусь трусом. Сократ, следовательно, ты считаешь трусость величайшим из зол. Алкевиат разумеется. Сократ, столь же великим злом, как и смерть, так мне кажется. Несомненно. Значит, жизнь и мужество в высшей степени противоположны смерти и трусости. Да. И одно ты бы очень себе пожелал, другое же наоборот. Да. Потому что одно ты считаешь наилучшим, а другое наихудшим. Разумеется. Следовательно, ты относишь мужество к наилучшим вещам, а смерть к наихудшим. Именно так. Следовательно, помогать на войне друзьям, потому что поскольку это прекрасный и достойный подвиг мужества, ты назвал прекрасным. Начало кивиат, это очевидно. А, Сократ, а как злодеяние смерти это зло? Да. Сократ, значит, так следует именовать каждое из деяний. Если с его помощью совершается зло, мы его называем дурным. если добро хорошим. Полки вят, да, я с этим согласен. Сократ, но ведь деяние, ведущее к добру, мы называем также прекрасным, а что ведет козлу безобразным? Полки вят, да. Сократ, следовательно, утверждая, что помощь, оказанная на войне друзьям, прекрасна, но в то же время дурна, ты тем самым называешь ее одновременно и прекрасной и скверной. Мне кажется, ты прав, Сократ. Итак, ничто прекрасное, поскольку оно прекрасно, не есть дурное, и ничто безобразное, поскольку оно безобразно, не есть хорошее. Это очевидно. Рассмотри же еще следующее. Тот, кто поступает прекрасно, разве не поступает тем самым и хорошо? Да, это так. А разве те, кто поступают хорошо, несчастливы? А как же иначе? Счастливы же они благодаря тому, что обретают благо. Безусловно. А обретают они его благодаря прекрасным поступкам. Да. Значит, поступать хорошо это благо. Именно так. И хороший образ действий прекрасен. Следовательно, мы снова пришли к тому, что хорошее прекрасное это одно и то же. Да, это очевидно. Алкивят отвечает. Да, это очевидно. Сократ. Значит, согласно этому рассуждению, то, что мы сочтем прекрасным, мы тем самым сочтем и хорошим. Это неизбежно. Ну, а хорошее приносит пользу или же нет? Приносит. А припоминаешь ли ты, что мы решили относительно справедливого? Алкивят, мы решили, что те, кто поступают справедливо, в силу необходимости поступают прекрасно. Сократ, и точно так же мы решили, что те, кто поступают прекрасно, творят благо. Алкивят, да. Сократ, ну а благо приносит пользу? Да. Следовательно, мой Алкивят справедливое полезно. Похоже, что так. Что же, разве ты не утверждаешь это, а я задаю вопросы? В самом деле, отвечаю ведь я. так, что если кто выступит советами перед афининами или перед пепарифийцами, считая, что ему ведомы справедливость и несправедливость и скажет, что справедливое иногда бывает дурным, разве ты сам не поднимешь его на смех? Ты, утверждающий, что справедливое и полезное, это одно и то же. Алкивят, но клянусь богами, Сократ, я уже сам не понимаю, что именно я утверждаю. Я оказался в нелепешем положении, когда ты спрашиваешь, мне кажется верным то одно, то другое. А ты не понимаешь, мой милый, что означает подобное состояние? Ничуть. Как ты думаешь, если бы кто-нибудь тебя спросил, сколько у тебя глаз? Два или три? Или рук? Две их у тебя? Или четыре? Или задал бы тебе другие подобные же вопросы? Ты колебался бы в ответах, говоря то одно, то другое? Или всегда отвечал бы одно и то же? Алкивят, я уже теперь в себе не уверен, но повоза, что отвечал бы одно и то же. Сократ, потому что знал бы это, ведь по этой причине. По крайней мере, Алкивят, по крайней мере, я так думаю. Сократ, а то относительно чего ты по неволе давал бы противоречивые ответы. Ясно ведь, что этого ты не знаешь. Алкивят, вероятно, да. Сократ, ты ведь признаешь, что относительно справедливого и несправедливого, прекрасного и безобразного, хорошего и дурного, полезного и бесполезного ты колеблешься в своих ответах. и не объясняются ли твои колебания тем, что всего этого ты не знаешь. Алкивят, я с тобой согласен, Сократ, вот таким-то образом и обстоит дело. Если кто-либо чего-либо не знает, душа его по необходимости в этом колеблется. Алкивят, иначе и быть не может. Сократ, с другой стороны, знаешь ли ты, каким образом можно зайти на небо? Это нормально, Нормально же общаюсь. Алкивят, клянусь Зевсом, вот этого я не знаю. Сократ, и что же колеблешься ты в своем мнении по этому поводу? Алкивят, разумеется, нет. А догадываешься ли ты, почему, или мне сказать? Алкивят, скажи. Сократ, причина, мой друг, состоит в том, что не зная этого, ты не думаешь, будто знаешь. Ну, то есть, он говорит, ты в курсе, что ты этого не знаешь. Ты знаешь свое незнание. Вот о чем речь. Ты не обманываешься на этот счет. Алкивят, что же все-таки ты имеешь в виду? Сократ, рассмотри это вместе со мной. Если ты чего-то не знаешь и уверен в том, что этого не знаешь, станешь ли колебаться в этом отношении? Например, ты же хорошо знаешь, что ничего не смыслишь в приготовлении пищи, не так ли? Разумеется. Так имеешь ли ты собственное мнение по поводу готовки? Или вызывает у тебя это колебание? Или ты же доверяешь это дело знатоку? Доверяю знатоку. Ну, а если ты плывешь на корабле, думаешь ли ты о том, надо ли повернуть кормила к себе или от себя? И колеблешься ли не зная этого и же спокойно доверяешь эту задачу кормчему? Кто помнит как по-латыни кормчий? Кубернатор. Доверяю кормчему. Значит, ты не колеблешься по поводу того, чего не знаешь, если уверен в своем незнании. Да, похоже, в этом случае я не колеблюсь. Берешь ли ты в толк, что ошибки в различного рода деятельности проистекают именно от такого заблуждения, когда невежда воображает, что он знаток? Скажи, что означают эти твои слова. Разве мы не тогда беремся за какое-то дело, когда полагаем, что нам известно то, о чем, то, что мы делаем? Тут я сразу вспоминаю, что эту пословицу как там учить, лечить и строить умеют все. Что мы делаем? Да. Если же кто полагает, что дело ему неизвестно, он поручает его другим. Как же иначе? Значит, такого рода незнающие люди живут, не совершая ошибок, как бы они поручают свое дело другим. Да. А кто же ошибается? Ведь незнатоки же. Конечно. Ну, а если это незнатоки и не те из невеж, что сознают свое невежество, то ведь не остается никого, кроме невежд, воображающих себя знатоками. Да, остаются они. А ведь подобное непонимание причина всех бед и невежество достойное порицание. Да. И чем важнее вопрос, тем это невежество злокозненее и позорнее. Несомненно. Что ж, можешь ли ты назвать что-либо более важное, чем справедливое, прекрасное, благое и полезное? Да, вот он спрашивает. Чем важнее вопрос, тем хуже невежество. И тут можешь ли ты назвать что-либо более важное, чем справедливое, прекрасное, благое и полезное? Разумеется. А ведь ты утверждаешь, что колеблешься именно в этом. Но если ты колеблешься, то не ясно ли из сказанного раньше, что ты не только не ведаешь самого важного, но вдобавок не ведая этого, воображаешь, будто ты это знаешь. Увы, мой Алкивиад, в каком же ты пребываешь тягостном состоянии, я боюсь даже дать ему имя, однако поскольку мы с тобой здесь одни, пусть оно будет названо «И так ты сожительствуешь с невежеством, мой милейший, причем самым крайним, как это изобличает наше рассуждение и твои собственные слова». Вот ты и бросаешься, очертя голову в политику раньше, чем успел этому обучиться. Но ты в этом не одинок. То же самое происходит со многими, берущимися за дела нашего государства. Мне кажется, слово «многие» специально сюда в Куркин, да, потому что он же там говорил «многих учится». И можно назвать лишь несколько исключений, к которым, возможно, относился и твой опекун Перикул. Алкивиад. Но ведь, говорят, Сократ, что он не сам собой стал мудрым, а потому что общался со множеством мудрых людей. И с Пифоклидом, и с Анаксагором, да теперь в свои-то годы обучается удамуя. Удамуя. С той же самой целью. Сократ. Что же, знаешь ли ты какого-нибудь мудреца, который был бы не в состоянии сделать другого мудрым, в том деле, в каком он мудр сам? Например, тот, кто обучал тебя грамоте, был мудр сам и сделал искусным, искусными в этом деле и тебя, и всех остальных, кого пожелал. Не так ли? Так. Значит, и ты, научившись у него, сумеешь обучить другого. О, да? То есть, если ты учишься у мудрого, ты потом сумеешь обучить другого. Это важный момент. Запомните его хорошенько, у Аристотеля, он нам встречится. Алкивиад, да. Экифористы, учитель гимнастики также смогут. Конечно. Галя, ты руку поднимаешь или палец просто? Сократ, ведь это прекрасное свидетельство, знание своего дела, каким бы это дело ни было, если человек в состоянии передать свои знания другому. Алкивиад, я с этим согласен. Сократ, ну а можешь ли ты сказать, что Перикл сделал кого-либо мудрым, например, своих сыновей? Алкивиад, да нет же, мой Сократ, ведь оба его сына оказались глупцами. А твоего брата Клиния, Алкивиад, зачем ты упоминаешь Клиния этого безрассудного человека? Вот там что-то было такое, что Алкивиад как-то не любил своего брата. Сократ, но если Клиния безрассуден, а собственные сыновья Перикла глупцы, в чем же причина того, что он пренебрег тобою и оставил тебя в таком состоянии? Алкивиад, я думаю, что причина во мне самом, я к нему не прислушивался. Сократ, назови же кого-нибудь другого из Афини, либо чужеземца, раба или свободного, кто стал бы более мудры благодаря общению с Периклом, так как я могу назвать тебе Пифадора, сына Иссалоха, Иссалоха и Калия, сына Калиада, ставшего мудрее в общении с Зеноном. Каждый из них, уплотив Зенону сто мин, стал мудрым и прославленным человеком. Кивят, но я не могу тебе никого назвать. Сократ, пусть, однако, что ты собираешься делать с самим собой? Остаться таким, каков ты есть или проявить о себе некоторую заботу? Вот это слово появляется и вот когда Фуко пишет о заботе о себе, забота о себе, он пишет явно на основе диалога Алкивят. Алкивят, мы должны это решить сообща, мой Сократ. Впрочем, я понял твои слова и с тобой согласен. Те, кто вершат у нас государственные дела, за исключением немногих, люди необразованные. Друзья, давайте сейчас перерыв сделаем на 15 минут. мы подходим к тому моменту, что и Сократ здесь необходим, с помощью меня. Вот здесь становится понятно, почему необходим. Ну все, перерыв. 18.45 встречаемся. Что сказать я хотела перед перерывом? Я думаю, сколько людям помог Сократ на самом деле. Сколько из тех, с кем он вел диалоги, его вообще поняли? Кого он сделал сам мудрым? Платона. Мы понимаем. Платона.